Всем огромный привет, дорогие уважаемые коллеги, с вами вновь Алена Пестова и сегодня вы на моем YouTube-канале и говорить мы будем на тему заработка в перманентном макияже, а то есть отсутствие заработка в перманентном макияже. Основные причины, ошибки, обязательно досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как с этим работать. Каждые из вас, дорогие друзья, коллеги, девочки и мальчики, придя в эту профессию, однозначно насмотрелись на топов из этого рынка, которые очень часто трубят на всех аккаунтах на своих о том, что это престижная профессия, здесь можно зарабатывать деньги, миллионы, покупая машины. Каждая из вас ставила себе цель стать топ-мастером по перманентному макияжу. Кто-то хотел зарабатывать, кто-то хотел на сцену, кто-то хотел в отчитании, но в итоге самый часто задаваемый вопрос – это как заработать деньги? Я пришла, сижу, и у меня ничего не получается. Давайте рассматривать. Первое рассмотрим пять шагов развития мастера перманентного макияжа. Это школа образования, дальше повышение квалификации, участие в чемпионатах, тренерство, открытие бизнеса. Нормальная стратегия вашего развития, но не у всех это получается. Очень часто говорю о том, что базовое обучение ваше может сократить два первых этапа. Это отличная база и курс повышения квалификации. Когда идеально созданная учебная программа, когда вы получаете все азы и у вас крепкий фундамент, вам не нужны курсы повышения квалификации в первые два-три года. Вы можете очень быстро расти, нарабатывая ту самую клиентскую базу. Преподаватель по перманентному макияжу, как первый учитель, от него зависит реально очень многое. Старт и движение может быть сразу быстрым и сильным, а может быть извилистым, тернистым, ужасным. Ну и, собственно, очень многие вот на этих первых шагах почему-то отпадают и обратно идут искать себя. Чтобы этого не произошло, вы должны знать все этапы и пути развития. Одной базы недостаточно через какое-то время. Нужно будет обязательно повышать квалификацию. Опыт в нашей профессии – это единство знаний. Здесь очень важны анатомия строения кожи, неотложная помощь, как вести себя с клиентом, анестезия, коммуникация с клиентом. В хорошей базе этот фундамент тоже закладывается. Конфигурация игл, оборудование, разные типы машин, пигментология, стерилизация, колористика. Если в своей работе вы видите маленький остаток непонимания, как подбирать цвета аппарата и иглы, как правильно наносить штрихи и делать качественный прокрас, говорят вам о том, что дальше нужно переходить на новый этап. Это изучать новые техники, повышать свои навыки, научиться делать брови, губы, глаза, идеально разбираться в оборудовании и пигментах. Я все равно откинулась назад. Если базовый курс сильный, мощный, то вам не понадобится на эту тему проходить повышение. Но если все-таки ваша база плохая, то ваша задача, конечно, повышаться и искать себе того самого учителя, который закроет все эти боли. Что это дает? Первое, ну понятно, когда вы это все знаете, когда у вас красивая картинка, это очень много хороших отзывов ваших клиентов. Начинает работать сарафанное радио, вы можете поднять свои цены, вы получаете комментарии в письме, в видеосообщениях. Это радует вас, вы понимаете, что вы пригодились на этой планете. Участие в чемпионатах – это третий шаг, повысить свой статус. Это было как когда-то у меня. Сначала мы делали процедуру перманентного макияжа, потом повышались, потом там где-то начали преподавать, участвовали в чемпионатах, чтобы повесить сюда свою медальку и взять кубок для того, чтобы внутренне повысить значимость себя перед самой собой же, ну и, конечно же, перед другими людьми. А также на этом этапе стоит подключать изучение сложных техник, которые будут вас выделять из толпы. Это волоски, шрамы, рубцы, витилиго, восстановление орела. На этом этапе вы также можете поднимать цену, увеличивать свой доход, так как расширяется спектр своих услуг. Тренерство. Сейчас все гораздо быстрее и проще. Сделали базу, получили какой-то результат, начали преподавать, потому что Инстаграм очень активно развивается и очень многие насмотрелись на то, как вы совершаете классные процедуры, вас знают и у вас начинают приходить запросы на вашу страничку с тем, чтобы вы дали новую профессию тем мастерам, которые хотят прийти сюда. Когда приходит запрос к вам на страничку, ошибочно не принимать эти запросы, не обучать. Это первые подсказки вселенной, которые даются вам для того, чтобы вы начали свой рост, продолжили вернее свой рост. Это очень важно. И очень важно отвечать на эти запросы. Если у вас нет той стратегии развития, если вы не знаете, как преподавать, обязательно идите на тренерские курсы, которые очень быстро помогут вам и научат вас преподаванию. Я сразу же хочу ответить и отметить очень важный момент, что запуск своего обучения – это реально непростой процесс. Вот раньше у нас, допустим, был курс «Триггер» – тренерский курс. Ну, понятно, что и мы тоже растем, да, и у меня тоже пришло желание делать не просто тренерство, как преподавать стратегию обучения. Здесь очень важно совместить все вместе, учить запускать свой продукт. Мы сейчас придумали новый проект «Доход», который не просто будет учить запуску обучения вашего, а уметь повышать свой доход на услугах, обучениях и продажах. Очень важно продавать. Мало получить запросы на вашу страничку, важно этого лида преобразовать в продажу. Если вы не понимаете, что нужно увеличить ваш доход, вы можете оставить заявку в анкете предзаписи. Под этим видео появилась кнопочка «Пожалуйста». Делайте это прямо сейчас. Шаг пятый – открытие бизнеса. Нужно расширять спектр своих услуг. Если вы делали раньше перманентный макияж, здесь можно подключать удаление некачественного перманентного макияжа ремувером, лазером, открывать свой салон и школу по перманентному макияжу, набирать сотрудников и делегировать учиться, запускать свои продукты под своим личным брендом, преподавать, ездить на выездные мастер-классы, участвовать в конференциях. Как выглядит идеальная картина в вашей голове? Это базовое обучение, повышение, я такая иду в гору. А на самом деле происходит все у многих вот таким вот образом. Базовое обучение, дальше тупняк, я не знаю, что делать. И через какое-то время от этого застоя вы начинаете уходить в тину. Ну, и самые сильные начинают искать пути реализации себе новых преподавателей и идут на курсы повышения квалификации. Мы недавно проводили опрос. 48 процентов, кстати, опрошенных мастеров зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц. Все такие слышали, да, что в перманенте можно зарабатывать миллионы. Придя сюда, ты зарабатываешь чуть меньше даже, чем продавец из пятерочки. Потому что они сидят и ждут, пока к ним кто-то постучится в дверь. Даже если вот этот вот первый стук в дверь и вы его не дожимаете, если вы не становитесь видимым для своего клиента, о каких вообще больших продажах будет идти речь. 53 процента стоимость услуги перманентного макияжа составляет там 3-5 тысяч рублей. Представляете, да? Это очень низкая стоимость. 67 процентов жалуются на отсутствие клиентов, а 70 процента жалуются на качество своих работ. Давайте разбираться, почему так происходит все-таки. Низкая цена, маленький доход, отсутствие клиентов равно неуверенность в качестве своих услуг. Ну, понятно. Если я свою процедуру оцениваю на так себе, как я ее могу продать дорого. Если я обожаю то, что я делаю, и мне нравится то, что я делаю, то, конечно же, я буду повышать все время стоимость, и это будет увеличивать мой доход. Вот такой вот замкнутый круг, и из него нужно выбраться. Неуверенность в качестве своих услуг может быть по двум причинам. Первое. Просто вы не уверены в себе, вам к психологу. Неуверенность в себе, отсутствие энергии, вам опять туда же. Далеко не отлетаем, дорогие крошечки. Мы на земле, мы земляне. Поработали, параллельно сразу же держим фокус на результате. Вторая, кстати, причина. Вы действительно делаете плохие работы. Вам нужно учиться у психологов, у психотерапии. И, ну, второе, понятно, когда нет энергии и вот этот вот постоянный откат, конечно, у вас не будет ресурса хватать на то, чтобы осуществлять какие-то действия и учиться. Потому что фокус внимания – другое русло. Поэтому работаем и здесь, и ментально, и физически. Признайтесь честно, к какой категории вы относитесь? Пожалуйста, напишите комментарии. Мне тоже очень интересно. Это тоже часть опроса. Основные ошибки в работе мастера перманентного махияжа. Брови пятнистые, темная бровь дальняя – это вообще прям топ. Нет остатка, губы с отеком, долгая процедура, кривые, асимметричные работы, недостаточный прокрас губ, пятнистые губы, углы рта не прокрашены, потери эскиза. Потом еще какие-нибудь процессы регенерации кожи сложные, не дай бог, присоединяются. Юридические вот эти истории, санпин. Короче, там чего только нет. Первая ошибка происходит это, потому что вы не знаете фундамент, анатомия строения кожи, не знание составов пигментов. Не можете их читать. Кстати, много видео обучающих здесь есть на YouTube-канале. Смотрите, пожалуйста. Пигментология бесплатно. Все бесплатно. Учитесь хотя бы так. Сегодня обучение стало абсолютно бесплатным. Можно смотреть, можно подсматривать. Сначала нарабатывать вот этот вот навык. Поэтому подписывайтесь на канал обязательно. Я буду очень рада. Ну и понятно, неправильный штрих, неправильная постановка рук. Представляете, сколько проблем у женщины с телом возникает, потому что они корячутся сидят. Они пришли в профессию, чтобы бабки колотить, груди себе красивые делать, платья красивые покупать, на Мальдивах отдыхать. А тут горбатая, больная обезьяна, у которой нет времени и воодушевления. Держим баланс, фокус на себе. Работаем с постановкой рук, с правильным положением в процессе работы. Это очень важно. Я, кстати, тоже в одном из видео показала, как должен мастер перманентного макияжа сидеть. Осанка, положение кисти рук. Это тоже интересный урок. Посмотрите его, пожалуйста. Все о том, как нужно себя вести мастеру, как зарабатывать деньги, как не потерять энтузиазм к своей работе. Следующая ошибка – это незнание оборудования. Вы не знаете ничего про машины. Потери эскизы. Еще один момент. Там тоже есть видосы. Про оборудование тоже есть видосы. Пожалуйста, смотрите все видео, учитесь вместе со мной и подписывайтесь. Далее, четвертая ошибка – колористик. Тоже есть, смотрите. Это очень важно знать, чем вы работаете. Знать, как перекрывать, как работать с некорректными работами, как избавляться от болей наших клиентов. Следующая, еще одна ошибка – это не приглашать клиента на коррекцию. Это тоже про увеличение денежных средств. Это крутая история. Здорово. Я рекомендую обязательно выработать ту стратегию, когда самостоятельно вы записываете и выходите с предложением к клиенту прийти на коррекцию, потому что не каждый может подумать о завтрашнем дне. Не работать с привлечением клиентов и не вести клиентскую базу. И не работать с клиентской базой – это еще одна ошибка, которая, ну, как говорится, не привносит нам денежных средств. Простые элементарные правила, которые, когда становятся вам видимы, вы начинаете с ними работать. Сейчас недостаточно выкладывать фото в Инстаграм, это время уже прошло. Нужно понимать основу продаж. Построить эффективную систему по привлечению и удержанию клиентов, потому что научили делать услугу, а вот бизнесу в перманентном макияже реально никто не учит. Ну, реально, ну, очень сложно сегодня. Вот именно, ладно, там, маркетингу еще как-то учат. Но вот построения бизнеса, конечно, нет. Об этом, обо всем наш новый курс «Доход». 4 июня стартуем. Бизнес и маркетинг. Продажи. Для чего вы вообще пришли в эту профессию? Какую цель вы ставите перед собой? Чего хотите достичь с помощью этой профессии? Если вы пришли сюда зарабатывать, то нужно учиться основам бизнеса. Ремесленничество и бизнес – это две разные истории. Ремесленничество, когда вы пришли по кайфу посидеть и покайфовать над вот этим вот выкачиванием. А деньги и бизнес – это стратегия, это развитие, это твердые инструменты. Ваш бизнес должен приносить вам денежные средства тогда, когда вы отдыхаете. Запомните, масштабирование должно с вами произойти. И как раз-таки наш курс «Доход» про это. Регистрация обязательно внизу под этим видео. Оставляйте заявочками, уже появилась кнопка. А с вами была Алена Пестова. Вот такое вот было у нас видео. Пишите обязательно комментарии с вашими болями, описывайте их, задавайте вопросы, и я с радостью на следующих своих видео поучительных буду закрывать и раскрывать эти темы. До скорых встреч, дорогие мои!